Миллиардер Дональд Трамп единственный претендент на то, чтобы стать официальным кандидатом в президенты США от республиканцев. Его конкуренты отказались от участия в предвыборной гонке. Трамп уже набрал число голосов делегатов, необходимое для его выдвижения кандидатом в президенты. Скоро год, как он вышел на тропу войны за вожделенное кресло в овальном кабинете. Его кредо прежде всего Америка. Все это время он будоражит американское общество различными шокирующими заявлениями. Трамп обрушился с резкой критикой на нынешнего хозяина Белого дома, Обаму, за его политику в отношении Израиля. Он заявил, что то, что Обама делал и делает еврейскому государству, это позор. Мы перенесем посольство Соединенных Штатов из Тель-Авива в вечную столицу еврейского народа, Иерусалим. Трамп отметил, что Владимир Путин является подлинным лидером, в отличие от руководства США. Он заявил о своей готовности вести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чан Эйном, а также пообещал, что больше не позволит Китаю насиловать американскую экономику. Я бы поговорил с ним. Проблем нет. Я бы также надавил на Китай. У нас огромная власть над ним. Китай может решить проблему одним телефонным звонком. В своем агитационном ролике Трамп предмассировал упрощенный взгляд на такие проблемы, как миграцию, религиозный экстремизм и терроризм. Он призывает к временному ограничению на вес США для мусульман. Трамп заявил, что сможет быстро отрубить голову ИГИЛ и забрать у террористов нефть. А еще он положит конец нелегальной миграции, построив стену на южных границах. И Мексика за нее заплатит. Мы сделаем Америку снова великой. Эта фраза стала девизом предвыборной программы Трампа. Выступая на конференции по энергетике в Северной Дакоте, и Трамп заявил о том, что откажется от Парижского соглашения по климату. Иностранные бюрократы намерены контролировать то, что мы используем, и то, что мы делаем на нашей собственной земле. Не выйдет. Мы отменим Парижское соглашение по климату. Американская мечта умерла, но если я выиграю выборы, я сделаю ее лучше и мощнее, чем когда-либо. Я сделаю это, пообещал Трамп. Продолжение следует...